Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелист Марк нам сегодня рассказывает о том, что вот после того, как Иисус избрал 12 апостолов, как очень часто бывало, вокруг него собираются очень многие люди, скорее всего, болящие, которые ждут каких-то исцеления, или люди, которые ждали его проповеди. И настолько так много, и, видимо, так много прос были у этих людей, что, как пишет Марк, им невозможно было даже хлеба есть. Вот жизнь Иисуса с апостолами была действительно такая очень напряженной, потому что это постоянное служение всем ближним, всем нуждающимся, и поэтому действительно так бывало. И такая крайняя самодача, конечно, была... Ее принимать было очень трудно родственникам Иисуса. Вот здесь греческое слово, которое евангелист Марк использует, которое здесь переводится как «ближнее», не совсем понятное, но, скорее всего, имеется в виду его родственники. И вот эти родственники, услышавшие о том, что вот так часто бывает напряженной его жизни, что даже им некогда кушать, они пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Тоже выражение не совсем понятное, но, скорее всего, имеется в виду, что он сошел с ума, что он, но не совсем здоровый, потому что вот только занимается, не заботится совсем о себе. Это, кстати, очень важная вещь, которую мы должны иметь в виду. Очень часто бывает так, что Господь сказал, что он пришел принести меч, и что отныне в одной семье будут одни против других, как бы родители против детей, дети против родителей и так далее. Иногда так бывает, что родные люди, так как любят, но, как сказать, заботятся, переживают за своих родных, они, как здесь бывает с Иисусом, они хотели как-то препятствовать Ему, делать то, что Он должен был делать. То есть исцелять, проповедовать и так далее. Дело в том, что есть такая привязанность чисто человеческая, она хорошая, конечно, потому мы скорбим, когда какой-то родственник болеет, умирает и так далее. Это все, конечно, очень хорошо. Но, с другой стороны, правда и то, что Господь говорит о том, что Он принес именно этот меч, и что вот может быть и так, что вот правда перед Ним важнее даже, чем самые сильные наши привязанности, самые естественные. Вот в данном случае именно так бывает. Мы это видим в других местах в Новом Завете, когда Иисус говорит, что Его матери, Его братья, Его сестры – это те, которые слушают Слово Божие. То есть не столько родные, сколько вот люди, которые близки по Духу. А дальше здесь другая категория людей – книжники, пришедшие из Иерусалима. И мы вот читаем только третью главу Евангелия от Марка. Это почти начало Евангелия. Но вот уже здесь появляются эти книжники, пришедшие из Иерусалима, то есть, скажем так, враги Господа, те, которые пришли именно проверять. Они тоже услышали о том, что есть такой целитель, есть такой проповедник, и они специально из Иерусалима пришли проверять. И, видимо, у них уже была своя позиция. Вот потому они и говорили, что Он имеет в себе Вильзевула, то есть, дьявола, сатану. И что именно силой, Его силой Он изгоняет бесов. Вот здесь тоже очень интересно дальше весь разговор Господа с этими людьми. Притом, тут интересно, что эти люди, пришедшие из Иерусалима, обвиняют Его, видимо, при народе. А Христос призывает их, то есть, зовет их отдельно. Призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. И дальше, если царство разделится само в себе, не может устоять. И заключение вот это о том, что будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы они ни хулили, но кто будет хулись Духа Святаго, тому не будет прощения вовек. Очень строгие слова. Понятно, что люди в то время, кто слушал его слова, его проповедь, они, конечно, слыша вот это выражение Духа Святой, они не могли думать о Второй Впостася Престой Троицы. Они понимали, что иметь в виду просто Бог. Кто хулит Бога, Духа Божьего, вот тому не будет прощения. И дальше еще Марк объясняет, «Се сказал он, потому что говорили, в нем нечистый Дух». Это непростое место из Евангелия. И даже самые первые комментаторы и отцы церкви говорят, что действительно непросто понять, что имеется в виду. Даже Йоанн Златоуст говорит, что это трудное место. Но потом объясняет это так, что вот эта хула на Духа Святого не прощается, потому что это само, как сказать, человек отвергает, отказывается от Бога. Бывает, что вот мы не замечаем, сколько вокруг нас добра, как много делает Бог для нас. Даже мы замечаем всего лишь малую часть того, что Бог делает для нас. Мы очень много забываем. И обычно, когда человек живет, он здоров, допустим, или все хорошо, он считает, что он на это имеет право. И даже забывает о том, чтобы благодарить Бога. Это, конечно, очень плохо. Но еще хуже, когда то добро, которое мы видим, которое исходит от Бога, мы принимаем за зло. Вот именно это здесь имеется в виду. И этот, казалось бы, абсолютно богословский разговор на самом деле очень простой, очень приземленный. Это когда мы зло называем добром и добро злом. Вот этот грех не прощается. Дорогие друзья, это весьма актуально. как часто, особенно в последние полгода, мы слышим, что очевидное зло называется добром. Давайте будем молиться о том, чтобы избежать этот страшнейший грех, который, как сказал сам Господь, не прощается. Аминь. Спасибо.